Итак, МНО. Экс либрис, скорее всего, лежит не так, как должен. Я его копирую из книги в книгу. Было бы здорово выставить его. Граммаде тоже самое, конечно, с титулом. Прависловие переводчиков начинается в этом месте не потому, что это я отступил четверть сверху, а потому, что конец должен быть на седьмой странице. И хотя здесь, конечно, можно немножко упихать, сжать здесь. Больше не вижу где. Но, в общем, сделать так, насколько мне хотелось бы это опустить, не получается. Потому, что минимальный кегль, 10,5, выставлен исходя из кегля оригинала. Он вполне читабельный и меня устраивает. Шрифт заголовков пока под вопросом. Или оставить клариндон, или выбрать что-то хелиосообразное. То есть, это вопрос открытый. Заголовки трех уровней. Заголовок первый, второй, третий. Основной текст имеет выделение обычный, хотя хаотично. Здесь у нас идет, после обработки вашим шрифтом do text ok, присвоен стиль my bold characters. Пусть будет, ничему не мешает. Никакой особой красоты тут в стилях иерархии наводить не хочу. Нет необходимости, она того не стоит. Все, весь русский текст набран, чартер, эндологик, весь санскрит должен быть в clarendon dev и выделен стилом clarendon, но где-то он мог слететь, поэтому я все равно буду проходить еще и сверять каждую буковку. Соответственно, что дальше? Дальше руководство по выполнению упражнений. Я бы хотел, чтобы каждый раздел имел бы отступ, но так как Enter это некрасиво, как сделать так, чтобы при этом шестой пункт красиво разделился? То есть, не знаю, сейчас получается хорошо, что он влезает, весь перечень шестого пункта влезает на одной странице. После добавления пробелов между пунктами неизбежно расползется. Но тогда надо сделать так, чтобы расползся красиво. Хотелось бы, чтобы список сокращений все же влезал на одиннадцатую страницу. Потому что дальше я считаю, пусть лучше тринадцатая и четырнадцатая будут пусты, чем если список сокращений будет на тринадцатой странице вместо одиннадцатой. Я считаю, что это лучше, хотя это поправимо. То же самое здесь. Пример надо растянуть на всю страницу, но сделать это красиво. Потому что у нас тут три разные блоки, и как их разнести я красиво не знаю. То есть здесь как бы проблема в том, как вы уже видели, что текст не доходит до конца, а соответственно должен. Посвящение предисловие автора. Значит, сноски даются в два столбика, традиционно у меня. Текст в один, сноски в два. Здесь, где строчка умещается в одну, где сношка умещается в одну строчку, наверное, даже надо ставить в одну. Затрудняюсь сказать точно. Предисловие влезает достаточно хорошо. Тут вопросов нет. Таблицы морковь и на миссанской, это были прекрасно сделаны в ворде. Здесь они расползлись. Конечно, надо сделать, чтобы вы вязали по ширине. Надо ли трогать замены гуна в ритхе? Не знаю. Значит, здесь что важно. Между правилами сандхи тоже нужен отступ. То есть, опять же, скорее всего не путем энтера. Возможно, чуть поменьше. Но вот так же, как в оригинале, нужен отступ между правилами. При этом есть пожелание, чтобы определенные наборы правил были вместе. Вот, например, в пожеланиях было высказано, чтобы 17-е до 19-е были объединены вертикальной чертой. Вот здесь я справа нарисовал такой образ черты. Пока непонятно, будет ли такая изогнутая. Или есть идея, как сделать красивую прямую черту. Потому что будет место, где нужны две черты рядом. То есть, двойная. Как это сделать красиво, опять же, вопрос. Вот тут нужна красота при повторе. При повторе. То есть, у нас помимо того, что правила должны быть разделены визуально друг от друга, есть определенные группы правил. И это надо визуально отразить. Везде, где у нас идет с матери правила такое-то, скорее всего, здесь нужен не полноценный пробел, а, допустим, две шпации. То есть, как-то все эти отсылки визуально выстроить. Вот так, как я по-деревенски хочу, не получается. Вот это заголовок второго уровня. И тут заголовок третьего уровня. Ну, то есть, тут шрифтовая разножопится, но просто потому, что я сам, скорее, склоняюсь к вот такому оформлению. Официна Санс мне вполне здесь устраивает. И поэтому здесь, например, во внешних Санхи можно выбрать какую-то другую, другой шрифт из того же семейства Официна Санс. Ну вот сноска. Вот ее надо в две колонки. И если сделать пробелы после каждого пункта, то, собственно, они и займут отведенное количество страниц. Они будут до 34-й страницы. Сейчас начинаются упражнения, просто потому что пока после чистки вашим скриптом получилось текст сплюснут больше, чем он на самом деле будет. Вот. Упражнения, скорее всего, тоже начинать надо с отступом сверху. Соответственно, отламываем наш колонн-титул. В оригинале упражнения были в подбор частично набраны. Здесь пока было решено для наглядности их давать везде списочно. Вот. У нас идет заголовок, потом условия. Вот это все условия. И их пробелы, например, меня устраивает. Не знаю, как у вас. А дальше идет exercise list. Все санскритские слова выделены ларинончиком. Остальные тут ничем. Вот. То есть, основная часть это предисловие, послесловие, упражнения и правила. То есть, здесь еще даже ничего так. Хотя, например, опять же, над упражнением пробел нужен побольше, а под упражнением поменьше. Собственно, как и в оригинале. То есть, здесь поменьше, здесь побольше. если здесь, опять же, правильно расставить. у нас тут есть промежуток удвоения и морфологии упражнениях. это такой подраздел. Подраздел. То есть, если их растянуть, то они занимают как раз нужное количество страниц. То есть, вот эти удвоения и морфологии в упражнениях, их тоже надо оформить красиво. не вполне понятно как именно. Это такой раздел как бы правил. И дополнительные упражнения. Закончил библиографию и началось от издателя. Я так понимаю, что мне надо было все эти разделы все равно разнести по разным фреймам. Потому что все время то в скрипт чистки, то еще что-то переносит моего от издателя. То есть, мой текст раньше. Вот. Идут большие сноски. Я их, скорее всего, буду еще проявить в том плане, что исходя из необходимости верстки я буду что-то убирать. Поэтому тут есть некоторая возможность укорачивать их. В зависимости от того, что вам потребуется. Сносками циферка и один это так не задуманно, это рудимент из другого файла верстка. Откуда была перенесена основа этой книги. как сделать список литературы я тоже с трудом представляю, но в один струбик он не влезает. Если здесь вернуть сразу полностью залезника, то почему-то все летает в космос, поэтому я пока оставляю так. и в конце конкордант с правил Санхи. Здесь есть еще такая проблема. Все аббревиатуры, вот они задаются здесь слева, они должны быть не шрифтом чартер, а выделенным болтом, как сейчас. А в ворде они были клариндоном. Почему клариндон не перенесся, не знаю, но тем не менее нужен. Как это заменить тоже не знаю, но уверен, что возможно. клариндон регуляр, почему-то у меня шел, потому что там русская О что-ли? Клариндон, клариндон, клариндон. Так, тогда нужен клариндон эндолочек, да. В общем, он нужен не болт, не болт, клариндон, эндолочек. То есть будет отличаться просто всего начертание. Этого достаточно. Цифры остаются в чартере. Сами буквы, аббревиатур клариндон, эндолочек. То есть этого нет, это надо сделать. сноски будут не в конце, а под. Это, видимо, не просто вручную надо будет их перенести туда под соответствующие места. Вот. И ответы должны поместиться на четырех страницах. сейчас из универсальной сетки они перестали умещаться, но их надо впихать. Вот. Ну, а в конце, соответственно, слева над книгой работали, справа содержание, отбивку пунктов содержания надо сделать так, как справа в оглавлении, вот, двойной, двойным пунктиром. как раньше делались в районе пунктиром. И внизу, собственно, разделитель, отделитель, который можно использовать и в других частях книги. А вот, пожалуй, и все, на что хотел обратить ваше внимание. То есть, как бы, оригинал печатался на печатной машинке, есть свои недостатки, но и вообще общий стиль все равно задается. Спасибо.